Потому что он дает нам ключ, он есть сам ключ для Библии, потому что он дает это познание. И он не знал, что он не знал, что он не знал. Но ему было закрыто то, что там воистине написано, перед тем, как он встретил Христа. И когда он пошел в Дамаску, и этот большой свет его светил, и Ешуа ему говорила, то он начал понимать, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал. Он был, если он не знал, что он знал, что он знал, что он знал, что он знал. Но все его знания ему не помогло, пока он не встретил Христа. И поэтому, когда мы читаем и Ветхи, и Новый свет, мы должны читать через призму Христа. Я хочу вместе с вами прочитать Марка Евангелие вот там. 10.41-5.49. И немножко о контексте этих строк. Дальше. 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 И мы знаем, что Яков был долгое время руководителем Церкви в Иерусалиме. Так что эти двое учеников спорили, кто сидит на правой, а кто на левой. И мы должны забыть, что это еще было, перед тем, как Дух Сатур был, из Лит. И они давно были в Иерусалиме, но они не были в Иерусалиме в Иерусалиме. И сейчас мы будем читать, что в Иерусалиме, что в Иерусалиме, что в Иерусалиме было в Иерусалиме. И Иерусалиме. И Иерусалиме. 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 Значит ли это, что мы только смотрим, кто что хочет, и мы только им служим, и все, все желания исполняем? Или может быть он думает, в этом имел в виду что-то другое. И я посмотрел, как служил Иешуа. Я посмотрел, что Иешуа, он выполнял все желания для других, безусловно, что они делали. И я несколько вещей перечислю, чтобы понять, что Иешуа делал. Много примеров, как он исцелял. Выгонял демонов. Он проповедовал и учил. Он пророчествовал. Он учил своих учеников быть ученичеством. Он проводил много времени с Богом. Он ходил на гору, чтобы молиться и общаться с Богом. Он проводил много людей с евреями и даже с высшими чиновниками. Он очень редко разговаривал с языками. Он делал чудеса. Он создавал апостольское служение. Он основал первую общину. И кульминация его служения была смерть и воскрешение на кресте. И когда я вот из того, что я вам рассказал, смотрю вот эти стихи, то я понимаю, что это не то, чтобы люди читать из глаз, что они хотят и все желания готовить. Есть одно место в Библии, где его ученики говорят, что здесь много больных. Иисус говорит, что теперь мы идем в другой город. Он не исполнил желания и ожидания тогдашнего израильского народа. Он желал, что кто-то на Кане приходит и спасает от Римлян весь народ. Он пришел в таком образе, что он что-то там убирает, уничтожает. Он пришел в смиренном виде. Он пришел в таком образе, который выходит. на Служение в школе. было на кресте отдать себя, как там в стихе мы читали, что он, да, воздал свою жизнь для многих. Луки 10, 38-40. В этом месте мы видим, какие разные люди. 38-42. И я вам покажу, что в стихе 38-38. 39. 42. 48. Он прочитал вот эти стихи, которые были переведены на русский язык. Вы читали, да? Русские? Ну русские, читали, я не могу, извините меня. Хорошо. Мы видим, что Мария сидит на его ногах и слушает его. И Марта была занята разными домохозяйственными вещами. Может быть она готова кушать. Да. И Марта говорит, ну, Иешуа, скажи ей, сестре, чтобы она мне помогла. Да. Да. Ты не видишь ли, что есть столько работы, она сидит у твоих ног. И эти две абсолютно разные типы, видимо, в каждой общине. Да. И есть люди, которые ищут Бога, хотят студеть, искать Бога, слышать его. Но есть люди, которые хотят что-то делать для Бога. И я думаю, что это все есть. И две группы, они важны. Да. Но Иешуа, она критикает ее, или, я не скажу, критикает ее, что она критикает ее. И она критикает ее, и она не спокойно об многих вещах. И как раз это беспокойство ей не дает понять, что важно ей для этого момента. Я не знаю, что эти две сестры знали, что он Мессия и Сын Божий есть. Если бы они это поняли, тогда, конечно, это самое важное, слушать то, что он хочет сказать. А второстепенные вещи, как например Уорку сделать или что-то, они могут ждать. Что-то похожее. Так. И еще раз. Так. И еще раз. Что-то похожее. Дальше. Хорошо. Дальше. С смотрите. Да, это библия, мы видим это. Для всех есть определенная часа, и для каждого предприятия у нас есть время. Время для смерти, время для пищи, время для пищи, время для пищи, время для пищи. И так далее. Для каждого работа, каждого дела есть свое время и час. Там час родить, час умереть, и там большое перечисление идет. И когда мы этот стиль берем и применяем о том, что мы слушали о Марте и Марте, то мы понимаем, что есть время, когда мы должны слышать Бога. Но мы знаем, что есть время, и нужно собираться, потому что хаос и беспорядок. И вот применяем в нашей ситуации, когда проповедуется, то же самое время, не надо заниматься чисткой Туалетом. Но если у тебя работа и задача в кухне, то ты не сидишь здесь в то же самое время, то же самое время, потому что все, что есть время для всего своего времени. И всегда есть сперва посев, а потом пожинать надо. И вот проповедник говорит здесь в этих стихах, что для всего есть свой порядок. Я хочу прочитать с Матфея 23, 5 и 6. Прочитайте русскоговорящий сами, Алик. Читайте сам, хорошо, я не буду. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскресенье одежды своих, так и как они видят. И многие любят предвослежание на пришествах и председание в синагогах. Чтобы понять, в каком контексте эти стихи. Ищуа говорит фарисеям и их критикает. И он говорит, что это, что вы делаете, вы делаете на показаниях людям. И это значит, что они делают то, что они делают, чтобы получить респект людей и почитание. Или, например, они хотят, чтобы люди их почитали. И в 11 и 12 стихи. Он отвечает на их поведение. И больше из вас, да будет вам слуга. И кто уничтожает себя, тот уничтожен будет. А кто уничтожает себя, кто уничтожит. И я подумал, что это может быть в нашей жизни. Что это может быть в нашей жизни, где мы, может быть, подобное, как фарисы на Тавле. И я подумал, как, может быть, и в нашем поведении есть такое поведение, как фарисы на Тавле. И я думаю, что можно даже к фронту, или даже к фронту, или к фронту, можно только идти к фронту, чтобы видеть, и сказать, что я фронт, я к фронту. Можно и так делать, чтобы идти в богослужение, только для того, чтобы тебя видели, что ты верующий, что ты идешь в богослужение. Или, например, на коленах, так ходить вокруг, там где-то, чтобы все видели, что ты это делаешь. И я выбираю, чтобы все это делаешь. И я выбираю туалеты, и пока там большая очередь образуется, чтобы все видели, как я, каких я смиреный. Я не хочу вам это сказать, что вы не должны ничего делать. Но все, что мы делаем, Бог видит сердце наше, для чего и для кого мы это делаем. Тушь ты это wirklich для Бога, или какая твоя мотивация? И вверх, 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 и возьми по порядку, и комментированность разрушается. И там увидит 12 стихи, кто, кто себя больше считает, он будет унижен, и если оно не будет. И если я не делаю это, то, вот, по этой причине наше представление, я хочу вам помыть, кто-то большее наше представление, он будет унижен, И, если я так справа, И вот я хочу поэтому через Ешуа его поведение, он как призма посмотрит, что значит этот стих для нас. Я знаю, что Ешуа служил с авторитетом Божьим. Он уничтожил Демон, уничтожил Демон, уничтожил Демон и уничтожил Демон, он знал, кто он есть. Он, конечно, не показал, как он смирен по своему внешнему. Но он уничтожил за своими учениками и уничтожил его ноги. И самое большое уничтожение, это была смерть на Кресте. И если мы на свой День смотрим, то может быть, что это не означает, что это не означает, что это не означает, что это не означает, что себя не ценным и недостойным. Потому что Библия говорит в Псалме 139, я благодарю тебя, что я так прекрасно створен. И когда Бог все сотворил, он сказал, что смотри, это все хорошо. Так что себя только маленьким и недостойным чувствует, это Бог не хочет, это не его порядок для нас. Но такие тенденции мы видели во всей истории Церкви. И я верю, что в это время Бог хочет нас вести и восстановить нашу идентичность к Богу. Мы прочитаем Марка 8, 34. И когда Бог говорит, что он сказал, что если человек мне прийти, то он позволяет мне прийти, то он позволяет мне прийти, прийти и прийти. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти со Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй со Мною. И здесь в этом стихе тоже написано, как сказать, из реки от себя. Но это не значит, что вы чувствуете себя недостойно в каком-то негативном контексте. Но я верю, что нам надо обновить свое мышление, как среди Песня Римлянам. Чтобы понять, что Пути Божьи выше наши Пути. И что мы должны отложить наш старый, векий человек. И это слово, что мы должны отложить его крест на себя. Это написано перед тем, как мы его учениками становимся. И что мы должны отложить наш старый, векий человек. Чтобы следовать за ним, быть его учеником. И в Галатар 5, веке 24, веке 24, мы можем еще раздражать. Веки. 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 С 감사합니다. Веки. Веки. И я верю, что в духовном мире это уже прошло. Бог это уже в духовном мире сделал, но наша задача каждый день это самим тоже делать. Мы можем сказать себе, что всё уже сделано, мне не надо ничего делать. Я верю, что наша задача каждый день нас наполнить Словом Божьим, наш взгляд на него, чтобы мы могли видеть через наши обстоятельства. И... Здравствуйте! И самое главное, то, что в наших мыслях не отнимут, нам надо тоже выбросить из нашей головы. И когда мы читали все эти стихи, мне было важно, чтобы мы на это всё с перспективой Ишуа смотрим. Потому что у него есть его ключ, чтобы нам открыть Слово Божье. И если мы вот эти стихи без этого ключа смотрим, то я думаю, что мы идем дальше. Мы проходим мимо цепи. И поэтому я желаю для себя и для вас, чтобы когда мы читаем его Слово, чтобы он нам открыл Слово Божье. И я благодарю вас, чтобы они двигались с вами и приняли хорошую любовь. Аминь. Аминь.